Ну и вы видите, кого комплексити забрали. Дарксира, которого Na'Vi не хотели видеть в начале этой игры. Дарксир в прошлой игре был в бане. Теперь у Дарксир у нас залетает в фиг комплексити. Они на нем играют, играют достаточно часто и уверенно. И винрейт там за 60 перешагивает. Поэтому Сыр, конечно, классический герой для данной команды. Нави об этом знали изначально. Во второй игре надо было других ребят банить. Вы посмотрите первые два бана от команды Na'Thus Windsor. Это Таск и это Нагасайра. От нее избавились и избавились от него. Но эта парочка и правда в руках комплексити в грозное оружие превратилась. Ну и у меня всегда складывается впечатление, что если команде Na'Vi дают отпор, они сразу не очень понимают, что происходит. Как так, почему? Мы же Na'Vi, мы должны убивать. Вроде мы должны игры быстрее заканчивать. И файты у нас получше, поинтереснее. Так и было. Они файтились лучше до поры до времени. Но потом просто на эту глыбу по имени Нагасайра наткнулись. И столкнуть ее ни у кого сил не хватило. Команда комплексити. Помимо Дарксира забрала Шадоу Финда и забрала Винтерн Вивер. Для Санейка теперь кто-нибудь другой будет. Я так думаю, что... Na'Vi еще не пикнули героя для Санейка. Скорее всего, Баунти Хантер. Это будет у нас фаник. Мне почему-то кажется, Na'Vi больше колдскулу здесь пойдут. И Баунти Хантер отправится на сложную в соло. Хотя, я думаю, вы, наверное, наблюдали за современной Дотой и понимаете, что Баунти используется сейчас так, как использует его Клауд Найн. Баунти у нас ходячий вард. Баунти у нас гроза всех курьеров. Баунти просто ходит и бесит по всей карте. Такая у него работа. Но от Na'Vi такой комбинации я, если видел, то видел редко. Мне почему-то кажется, что по данному пику это будет фаник в сложной на Баунти Хантере. Бэйн Арт Стайл. Тут уже зарезервирован персонаж, по идее. Но если вдруг заберут еще одного героя для фаника, например, какого-нибудь оффлейнера стопроцентного, то Баунти Хантер, скорее всего, перекочует к Арт Стайлу. Все-таки парень агрессивный и такой драчливый Арт Стайл-любитель. Поврываться в самый центр и там начать драться. Ну, Шторм Спирит для команды на Тус Винцер на мидлейн. Тоже вещь немало имбовая. Na'Vi забирают Шторма, стоять ему против СФа. И очень даже выгодный вариант для команды на Тус Винцер по мидлейну. Но у меня есть подозрение, что Комплексити СФа одного на мид не отправят. Обязательно там будет дежурить, например, Виверна или какого-нибудь еще Скайрос мага допикают. Нет, нет, наверное, не допикают. Тут Керри нет. Дарк Сир и Спирит Брейкер. Вот Сир постоянно уходит на сложную линию. Это герой сложной линии, и Спирит Брейкер тоже герой оффлейн. Наверное, Спирит Брейкера, скорее всего, отправят в легкую фармить. Игроки команды Комплексити это больше похоже на правду. Либо, опять же, Сир отправится на мид. И такое тоже бывает, и на миде нормально Дарк Сир стоит. Хотя против Шторм Спирита вариант не самый удачный. Шторм через Оверлот, через Ремнант с крипами разбирается быстро. Ну и Аншелы практически бесконечные у Дарк Сира. Хотя бы с каким-нибудь Солурингом тоже есть вариант. Но тогда СФу придется на легкое стоять. Ну, вариантов у Комплексити много, и они тут что-то свое намудрили, чего я разгадать здесь в принципе не могу. Лишь бы Арт Стайл разгадал, это уже другое совсем будет дело. Разора команда Нави забанила. Спирит Брейкер, Дарк Сир. И не видят здесь, как я понимаю, Керри еще. Еще и Разор, видимо, по данной комбинации мог сюда зайти. Ну, по поводу СБ у меня действительно есть сомнения, куда же он все-таки отправится. Жаггернаут для команды Комплексити укомплектовались полностью супердомашечими ребятами. Единственное, Винтер Виверн у нас не такая агрессивная и такая злая в вопросе дэмэджа, как все остальные. Но, с другой стороны, Винтер Виверн тоже чертовски доставучая подруга. Ну и Фанику забрали Брудмазер. Все, Фаник будет играть на Бруде. Арт Стайл забирает себе Бэйна. И Санейка будет играть на Баунти Хантере. Единственный вариант, который я не разобрал. Класс, стопроцентное антипопадание. Шторм Спирит, это на Дэнди. Хвост играет на Герокоптере. Тут хотя бы я в порядке. Ну и со стороны команды Комплексити. Флай берет у нас Винтер Виверн. Мун Миндер будет играть на Дарк Сирис. Фрик будет играть на Спирит Брейкере. Джаггернаут Зизи. И Шадоу Финт отправляется на Мидлейн. Присутствие Бруды в пике говорит о том, что линия сложная для команды Нави будет достаточно простой, если сильно ее, конечно, не задолбают. Скорее всего, тут простое такое. Попроще немножко слово произнесу. С Брудой надо жестко вести себя, иначе Бруда съедает линию за 15 минут это точно. Тем более Фаник, он парень голодный, парень агрессивный. Фаник может и пораньше немножко с линией справиться. Комфортная ситуация для Бруды на сложной. Почему, собственно? Я думаю, вы понимаете, это все через веб. Сентрики сам ходи разбивай, если вдруг тебя видят. Ну и все это через спайдерлингов. В принципе, бесконечный дэмэдж от данного героя. Санейка в инвизии уже видит, Зизи видит Флая. Здесь Апсерв стоит от команды комплексити Санейка. Не палится пока что. В кусты отойти, переюзать Шадоу Волк. Пожалуй, что так, а можно и без кустов. Заберет, не заберет. Неужели заберет Санейка Баунти Руну? Нет, Шадоу Фин все-таки забирает Баунти Руну. Санейка от злости напинал немножко под хвост у нас вину Мелансу. И Дэнди на топ-лейне забирает у нас Руну Баунти. Все. В общем-то, без драк оказалось до выхода крипов. Команда Нави. По линиям давайте разбираться. Фанник. Брудмазер на сложной линии. На мид-лейне стоит Шторм Спирит Дэнди. Арт-стайл на Бэйне. По классике Санейка у нас. Гуляющий Баунти Хантер. И Герокоптер это хвост. Хвост отправляется у нас на легкую линию. Стоять хвосту против пока что одного Джиггернаута. Ну, где-то здесь недалеко Винтерн Вивер. Здесь у нас на легкой линии Дарк Сир. Стоять ему против Бруды. А это уже неприятно. Это действительно такое, знаете ли, удивительное решение. Но сам факт. Два Эншелла и Бруда. Уже где-то рядом спокойненько постоять. Ждать своего момента добивания крипа. Не может. У Бруды неприятности. Так, и у нас ФБ. ФБ на арт-стайле. Еще и разгон на хвоста. Где этот Спирит Брейкер? Бежит у нас уже с Фрик. С Фрик этим таском доставал просто жесточайшим образом. Ну и хвост. Пытается уйти под собственный тавер. Хвоста распилили. Минус два от команды. Комплексити. Нави великолепно начинает этот матч. Арт-стайл погиб. Хвост погиб. В итоге трипла на сложной линии оказалась очень даже агрессивной. Ну какая трипла? Тут Зизи на Джаггере через Блейд Фьюри дамажит. И Флай через. Немножко замедляет. Ну элементарные же вещи. Близко не подходи и все. И проблем у тебя нет. Ну это тоже в теории все это хорошо звучит. А там поймать момент, когда на тебя выйдут. Не так-то и просто. Ну хвоста уже есть Флэк Кэнон. У него есть Рокет Бараш. Это все оказалось бесполезно в процессе прошлого файта. Может дальше пробует. Дэнди в это время на мидлейне. 12 на 2. У Свиндл Меланс 8 на 0. Ну какая лами. Свиндл Меланс работает очень даже неплохо. Курьер Редиентов погибает. Все это делает Фаник. Вот он. О, не Фаник, а Санейка. Вот он трупик этого Курьера. Ну это тот Баунти Хантер. Тот самый Баунти Хантер, который отдается какому-нибудь саппорту. И ходит себе, ходит. В принципе, Вижен дает. Потом треки разбрасывает. Убивает Курьеров. Подрезает где-нибудь сухожилия. Основным героем. Убийств, конечно, не делает. Но ассистов там триллион у данного героя. Если команда более-менее тащит. Если Вижен здесь на Фаника. Фаника увидели. Ну это потому, что Фаник вышел у нас. Ну и смотрите, что Айншелл он творит у нас момента. Просто капают деньги. Просто капают деньги. Потому что спайдерлинги сгорают. Ой, какая неприятность для Фаника. Огромнейшая просто неприятность. Айншелл второго левела. Прыгает у нас Санейка. Подходит сюда Мунминдер. Пытается отсюда уйти. И по-моему, на Сюржи уходит. Отхиливается уже Дарксир. Дарксир убегает. Санейка не очень удачно вышел. Еще и разгон на Баунти Хантера. Под ДДшкой Санейка. Но дамаги не хватило. Фаник вынужден отходить хилиться. Все. Разгон отменяется. Давайте смотреть другие линии. Тут слишком все печально для команды Нави. Мне кажется, будет. Один Дарксир. По сути, всю имбовость Бруды. За ивейдю. Спайдерлинги. Бедняжки. За что им так больно? За что? Непонятно. Айншеллы плюс 20 копеек. Айншеллы плюс 60 копеек. Айншеллы плюс 500 копеек для Дарксира. Ну и сыр, по-моему, уже Фонетворсу где-то в топе. 1600 для Дарксира. 2000 у Дэнди. Дэнди молодцом держится на миде. У Дэнди уже батла гуляющая. 700 копеек сверху для мидера команды Нави. Вот кто за всю команду отдувается. Дальше 3 места команды комплексити Фонетворсу. И только потом идет Хвост и Фаник. Ну и Крэпстат топовый у Мунминдера. Потому что здесь подкармливает его спайдерлингами Фаник. Ну и... По-моему, Мунетворс поплотнее гораздо, чем у Бруды. У Бруды 1500. У Фаника 1000... Ой, у Мунминдера 1900. И дальше больше. Неужели Фаник? В принципе, без маны, без ХП. Старается здесь что-то придумать. А что тут придумаешь? Если как-то не ошибется Мунминдер, то самостоятельно Бруда вряд ли ему что-либо делает. Флай замер в Кулденбрейсе. Постоял, полетел дальше. Плевок пошел в Мунминдера. Ну... Не очень больно. Не очень еще и появляется. Дополнительный реген уже у него... 6.3 ХП в секунду реген у Фаника. 8.1 в Паутине. С Паутиной, когда выходит... Там поменьше, конечно. Ну, понятно, что Фаник здесь все в ЭБМе заплевал. По идее, ХП реген неплохой. Но вот стоять и быковать на фоне Айншелла, это, конечно, неприятность. Ну, Фаник, а через секунду будет Солринг. Просто постарайся разбить. Спайдерлинги 3-го левела. Плюй. Плюет. И все равно остается 195. ХП у Мунминдера. Он пытается отсюда улететь. Полетел вверх, как я понимаю. Артстайл закрывает у нас в деревьях. Артстайл может улететь. Да, Артстайл получается лоу-хпшный, но Ваня все-таки улетает отсюда. Ну, и улетает у нас Мунминдер на собственный Фонтан хилится. Уже есть Хедреска и теперь ХП реген 7.3. Уже получше, почти такой же, как у Бруды. Бруда решила хоть немножко отхилиться. Пока нет этого доставучего Дарксира с его Айншеллами. Можно хоть как-то здоровье свое поправить. 1100 у Фанника. Думаю, тут в скором времени появится Оркит. Или может, кстати, какой-нибудь Дагон. Но это если Нави экономические дела свои поправят. Комплексити по голде выигрывали 700. Теперь до 400 свалились. И по экспириенсу комплексити на 300 опережают своих оппонентов. Разгон пошел на Фанника. Фанника видят. Тут под Айншеллом. Вижен же какой, кстати. Вижен вроде есть, когда Чарджу Даркнесс висит на одном из героев. Поэтому Фанника хотя бы в местное положение должны. знать игроки команды комплексити. А там Дарксир за счет Айншелла рядом просто находиться может. Выдумывает даже нечего. Вот он, Мунминдер. Просто уже слишком битые у нас спайдерлинги. У них сколько? У них по 120 хп. Это 2 секунды понаходиться рядом. Фанник передумал честным путем идти. Решил пойти путем нечестных. Переманивает курьеров. И нельзя выходить в Фаннику. Сейчас будет разгон от Фрика. Подсветили Фанника. Скорее всего здесь его заберут. Еще и стенка пошла у Дарксира. Стяжка. Фанник отправляется в таверну. Спиритбрейкер забирает его. Стоит стена. Санейка пробегает по стене. Мунминдер начинает резать. Дэнди уже седьмого левела. Дэнди должен бить. Тут на него вся надежда. Сфрика пытается подстопить. Дэнди лучше отсюда уходить. Кого надо было цеплять, так это Дарксир. А переключаться на Спиритбрейкера это уже было лишним. Ну и Дарксир опять отсюда улетает. У него нормальный путь. Пришел на линию пофармил. ТПшку купил. Ушел под фонтан. Подхилился. 4-0. Нави просто горят по фрагам. Полторы тысячи проигрывают по золоту. Полторы тысячи по экспириенсу. Еще у нас и на мидлейне забирают Артстайла. А Дэнди в это время где? Дэнди в это время возле Фанника. Дэнди пополнял бота очень. ТПшку Фанника. На Спирика врываются. Где Вортекс? Да и без Вортекса. Разобрались. Убивают Спирика. Фанник не пожалел ульты. На всякий случай тут действительно каждый удар что-то решает. Ну и первый фраг Нави. 500 голды. 370 экспириенс. 8 минут сыграно. Нави пока смотрится не очень. Но нет артефактов нормальных. У той же Бруды. Бруда проседает по ХП. Здесь ПТшки одной было бы уже достаточно. Чтобы хотя бы так сильно не разваливаться. Ну и на Фанника разгон. Бежит бешеная корова через все расстояния. Будет доставать у нас Фанника. Как я понимаю. Не от Чарджу Даркнес. Все-таки сбрасывает. Сферик разворачивается и уходит. Обиженный. Обиделся ты смотри. То ли Дэнди увидел. То ли Фанника. Кого-то в общем-то увидел. Дэнди готов рываться на Мундминдера. Должен по крайней мере. В соло он его должен разбирать. Сюда уже ТП пошел у нас от Винтерн Виверн. Дэнди отсюда уходит. Разгон на него. Ну беги по Тавер. Сфрик. Нет. Сфрик разворачивается. Сфрик отсюда уходит. В это время у нас еще и Артстайл погибает. Сколько уже можно. Зизи через... Через Омни Слэш. Разобрал Артстайла. В это время внизу перетянута вся команда Комплекс. Ну не мешает Зизи вообще никто и ничего. Стоит себе нормально против хвоста Фармит. У хвоста седьмой левел и счет 0.2. У Зизи шестой левел и счет 3.0. Ну и хвост по Фарму. 2700. А у Зизи 3300. И фейсбутцы появляются для Джаггернаута. Кстати, посмотрите. Промакшенный Блейд Фьюри, чтобы не так много, как я понимаю, было КД. Потому что дамага тут никчемная на самом деле. А вот КД долгий, это неприятно. Я думаю, вы в курсе. Обычно Джаггеры качаются через 1, 1, 1, 1. А все остальное в плюсы. Разгон пошел на Фаникас. Фрика будут ловить. Вортекс есть уже от Дэнди. Хоть и первого левела, но достаточно. Забирают второй фраг для себя игроки и команды Натус Винсен. Спиритбрейкер в Тавер. За него 520 голды, 500 экспириенс. Лучше, чем ничего. При том, что Нави почти 3 проигрывали по золоту. И по экспириенсу 2 проигрывал коллектив Натус Винсен. Наконец-то удается Фанику выдерживать тут. И ему, и его деткам выдерживать по ХП. Действия Аншела. Множится спайдерлинги, а значит будет и пуш. Это было бы разумно. В лес уходит Фаник, зарабатывая деньги. У него появляется Хэнд оф Медас, теперь деньжище. У Бруды будут огромные, я думаю. Перетерпел на линии, перераковал. 1-1 счет, всего лишь одна смерть, при этом одно убийство и один ассист. Фаник, я думал, может и хуже закончить эту линию. При наличии Бешеной Коровы Спиритбрейкера. При наличии Дарк Сира, который действительно двумя одним Айншеллом. Жизнь очень сильно портит Бруде и ее детям. Ну, в итоге Фаник переждал. Переждал, получилось, молодцом. Артстайла ловят Артстайл сразу спать. В любой непонятной ситуации спи Артстайл. Брейнсап пошел на Зизи. Добьет ли Артстайл? Артстайл не смог уйти в темноту. Хвост, кулдаун всем под ноги. У Флая Колден Брейс еще не скоро. Хвост должен забирать у нас Виверну. В это время Зизи двоих убивает. Омни Слэш провязал. Провязал Блейд Фьюри. За хвостом выбрались. 8-4. Нави в плюсе. Тут 600 по голде. Опередили своих оппонентов. 1200 по экспириенсу против 1100 от Коллов. Тут по экспириенсу разницы практически никакой. Фаник во вражеском лесу фармит. Я думаю, что если Фаника оставят в покое, то скорее всего Фаник у нас какой-нибудь догон будет собирать. Он действительно сорвиголова. Пошел Фаник уже пилить барак. Пилить Тауэр точнее. Так понемножку, по чуть-чуть отъедают Тараканы. Все, стянул сюда СФ-а. А можно и убить СФ-а. Одним Кайлом, например, всех спайдерлингов не заберешь. Только, не знаю, разозлишь. Видит Мунминдра здесь. Санейка тоже здесь. Под Вардом пробежит Санейка. Под Вардом пробегает Фаник. Об этом знает команда Нави, я так понимаю. ТП-шка не просто так здесь. Разгон на Баунти Хантера. Артик Берн уже пошел от Виверны. Санейка ловят. Санейка, скорее всего, здесь и оставят. Сфрик ловит у нас Вортекс. Санейка разбивают голову. Счет становится 9-4. И Нави врасцепную. Есть чем заняться, Фаник. Уйди, ешь дальше лица. 1600 голды есть. Ждем появления первых каких-то более-менее вменяемых артефактов. Хоть на какую-нибудь маломальскую дамагу. Ну и теряют Тауэр. Игроки команды Нави не теряют Тауэр. Дынается Тауэр, по-моему. Ну да, по-моему, Арт Стайл здесь и задынаил Тауэр. Внизу. Красавчик. Кеп. На Зизи, вышли. Арт Стайл. Через Брейн Сап Зизи распилили. Это Мега Хилл Стрик. У Джаггернаута его забирают. Нормально. По голде 490 капнула еще и Фаннику. У него уже 2 с копейками на руках. 2 400, по-моему. Да, 2 350 на руках. В это время подпушивает второй Тауэр уже. И даже не просто подпушивает, а забирает его команда Комплексити. Забрал Баунти Хантер. Не забрал, кстати. Не забрала команда Комплексити второй уже Тауэр. Всю сторону задынаили игроки команды Нави. Стяжка офигительная под стенку. Ульта пошла от Свиндер Мелландс. Санейка надо отсюда бежать. Он уходит в инвиз. Сфлай. Под ноги Вартарт стайл. Брейн Цапа никакого. Денди лишь бы отсюда ушел. Санейка вряд ли уйдет. Кулдаун от хвоста. Одного Мунминдера. Ну, этого мало. И Санейка сейчас добьют. Где ты? Прибегает. Вот он. Спиритбрейкер. Просто ждал момента дать удачный Койл. СФ. Минус 2 делает команда Комплексити. Нави просто сыпятся. 12-5. 3000 по голде Комплексити. 2000 по экспириенсу. Еще и обновление графиков. Я думаю, около 1000 в копилку американского коллектива положат. Комплексити. Какие-то там. И тут на тебе. Ну, понятно, что нависами кузнецы своего счастья. Не первый раз уже такое происходит. Может просто... Все ждут, 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 ждут. Может просто уже и не вариант ждать. Кто знает. Время-то на месте не стоит. 5 лет уже прошло с момента победы. В какой-то момент можно просто устать верить. Не глянь. Все еще только второй игровой день. В принципе, группового этапа. Там и плей-оффы будут. Сетки лузеров будут. Что-то мне подсказывает. Там в экстремальных ситуациях может зажгут, а не зажгут. Ну и пес не. 4000 по голде. 3,5 по экспириенсу. Команда Комплексити. Вортекс на сфрика. Сфрика развалили. Всей командой забили спиритбрейкера. И это неплохо. За этот фраг много дадут. 600 голды, с уходом с этой экспириенса. Фаник продолжает фармить. Фаника топ-нетвор в составе команды Нави 6-4. 400 и 6-800 для свиндул-мелланс. Шадоу Финт ненамного опережает брудмаза. Да и Фаник у нас не фидит. Один раз всего лишь умер Фаник. Медальон купил. Можно, кстати, ловить Мунминдера. Должны. Дэнди уже здесь. Вортекс, куда ты пошел? Какой там сюрж? Дальше летит у нас Дэнди. Не долетает до Мунминдера. По трекам не догнали. Ну, все как-то не то, конечно. Команду Нави получается. Фаника стопят. Свои же дети ждут у нас Фаника. Нормально. Это просто классическая какая-то программа на Discovery. Я наблюдал, что одна из паучих, один из подвидов паучих, когда не хватает еды для детей своих, просто расслабляется и позволяет своим детям себя, в принципе, съесть. Такое есть. И это, кстати, гиперболизированный инстинктов материнства. Вот так случилось сейчас у нас. Просто показательные выступления на Discovery TV. Рудмазер была съедена собственными спайдерлингами. Ну, если бы не Виндерн Виверн, ну, а там, если бы не голод в природе. Только Индерн Виверна называлась таким вот голодом. Ульта очень неприятная у данного героя. Вообще он и Вова, и вообще с ним пора бы уже что-то сделать. Не на этом, конечно же, Интернешнале. А с другой стороны, следующий Интернешнл вообще, наверное, будет без Виверн. Потому что там еще 500 героев поменяют. Все станет совсем другое. И на этом Инте уже имеем, что имеем. Такая Виверна, и против нее надо учиться играть. Или забирать ее себе, или банить. Ну, там же банили Таска, там же банили Нагу Сайрон. Уже посчитали, что комплексити играют только двумя-тремя героями. Ну, как видим, нет. 13-6 счет. 5000 по голде в пользу колов. И по экспириенсу более 5 тоже в пользу колов. 1100 на руках у Бруды после... Появлений медальона. А там Сэнджин Яша появился для Шадуфинда. Есть также ПТ-шка. Есть Аквила. Арт-стайла увидели. Можно понять, что не просто так здесь... Вижен есть для команды комплексити. Вот он, этот... Долбанный вард. Который, по сути, настолько агрессивен, что... Какие-то саппорты будут рассыпаться по КД. Команда Нави, конечно, сыпется очень серьезно. Разгон у нас на Фаника. Просветили Фаника. Сфрик даже как-то и развернулся еще. Пошел у нас Незер Страйк. Фаника. Стяжка под стенку. И... В таверну отправляется... Ну, по сути, мейнкерри команды Нави. Потому что хвост пока не тащит. Ну и пошел у нас размен на центральной линии. Сминдл Мэнс. Отправляется у нас в Колден Брейд. Лоу-хэпэшный хвост. Хвоста здесь контролят. Тут стараться подступить его. Хвост пытается свалить. У хвоста есть Рокет Бараш. Надо бежать как можно дальше. Мансить где-то между кустами. ТП вряд ли удастся сделать хвост. А может и получится. Хвост разворачивается, сделает ТП. Не отпускает его с Фрик. Допилили. Причем фраг забирает Дарксир. Это Тим Вайп от команды Комплексити. Счет 19-6. Восемнадцатая... Даже девятнадцатая минута. Минус пять. Ровненько, ровненько, спокойненько, спокойненько. Комплексити движутся ко второй победе в данном матче. Удивительно, но факт. Но факт. Джиггернаут у нас уже с Энжин Яшей. Есть также УСФа с Энжин Яшей. Мне очень, кстати, какими-то спокойными, кажется, такие сборки, когда Саша и Яша появляются у большого количества героев. Это просто, как я думаю, как вы понимаете. Быстро. Чуть-чуть быстрее бегать. Чуть-чуть сильнее бить. Чуть-чуть больше иметь... Дефа. Чуть-чуть больше иметь демеджа. Чуть-чуть больше иметь ХП. Ну, всего по чуть-чуть. Такой вот статовый артефакт, который, если ты и так силеный доминируешь, позволяет тебе доминировать немного больше. Ну, и все это вырастает в большущие деньги, потому как... Так, поймали у нас Флайя. Фолден Брейс пытался... Не пытался поставить себя. Все-таки Флайя. Флайя развалили. О, спортив Зизи. Зизи уйдет ли отсюда? Да, Зизи уходит. Очень не обидно, но уходит. Сфрик убежал. Куда ты? На мидлейн. Сфрик убежал. Сразу же ТП-аут. Его, наверное, не догонят. Да и не долетает Сирикен от Баунти Хантера. Сирикен полетел сюда за Сфриком. Если бы достал... Кстати, очень крутой мув. Вы заметили от Баунти Хантера? Дать Сирикен, чтобы он побыстрее, чем сам Баунти, добежал. Долетел до коровки и сбил... Сбил кастующийся с портал. Ну, не удалось. Мув был классный, но поздновато. 10 тысяч по голде, 10 тысяч по экспириенсу. Все это для американского коллектива. Давайте вещи посмотрим. 20 минут у нас уже позади. Брутмазер зарабатывает себе на Огр Клаб. 1100 на руках есть у Фани, как готовит... ...выход в БКБ-шку. Баунти Хантер от Санейка. Фейсбут Си. Все. ВСА Йо. Шторм Спирит. Пойнт Бустер. Сол Ринг. ПТ-шка. И у Дэнди есть полторы тысячи на руках. Блад Стоун здесь где-то в процессе. Хвост, которому чуть было не прижали хвост. Уже практически есть Сенжин Яша. Намного позднее, чем у Комплексити он появится. Но лучше пусть появится попозже, чем никогда. Ринг оф Аквилла есть, Драма Фендеренс, Фейсбут Си. Ну и Бэйн от Артстайла. В принципе, ничего. Мэджик Вонт, Клуак. Ну и последнее место для Артстайлового Бэйна. Команда Комплексити, которая пушит Т2. В это время по фарму как тут дела. Сенжин Яша есть у Джаггера. Есть у Джаггера Фейсбут Си. У Свиндл Меланса. Сенжин Яша. Пауэр Трэдс, Боттл и Аквилла. И 2700 для СФ на руках. Сфрик опять у нас, который сегодня отжигает уже второй раз. Есть Шадоу Амулет, есть Урнов Шадоус. И остается 600 голды до появления Шадоу Блейда. Разгон пошел на Фаника. Чтобы видели. ТП сюда от Зизи. Ну и Зизи ульта хвоста. Хвост у нас под стенкой. Хвост разваливается. Прямо под стенкой. Фаник под собственной ультой. За Зизи дальше. Тяжна пошла у нас от Дарксира. Фаник лоу хпшный. Дерутся все. Фаник пока еще живет. Фаник бейтого Зизи. Убивает Зизи. Умирает все-таки и Фаник. Пока что размен 3 в 2. Но теперь 4 уже 2 в пользу Комплексити. Лоу хпшный Санейка. Отлетели. Осколки Санейка. В таверну 2 в 5. Тим Вайп от команды Комплексити. И Виверна делает даблкил в этом файте. Нави за 2 фрага заработали 1600 при 5 смертях. И 1900 заработали игроки команды Комплексити. Пока еще в пуш они не идут. Но это наверное вопрос времени. У Нави дела очень неприятные. 10 тысяч золота. 12 тысяч экспириенс. Их пока выносят ногами вперед. У Хвоста еще 500 голды до Сенжин Яши. Ну вроде Хвост неплохо бьет. Но это все Рокет Бараш делает. Делает флагкэнон и колдаун. Сам по себе гирокоптер дамаги как таковой не имеет. 130 демаджа. Мало. Здесь Джаггернаут у которого 160. И криты вылетают. И есть Омни Слэш. Жесткая вещь абсолютно. Там тоже пролетают удары. Но с таким нафармом Джаггер посильнее чем Хвост. С таким нафармом. Холдаун пошел от Хвоста на Сфрика. Возможно Сфрика здесь и заберут. Да забирают у нас Сфрика. На лоу хп здесь Сэвфи. Но Мелон сразу ультился. Стяжка на стенку. Дэнди лоу хпшный. Дэнди улетает. Но недалеко. И Арт Стайла здесь забирает. Еще один тим. Вайп от команды Комплексити. Байбек от Арт Стайла. И байбек от Санейка. Ты посмотри какие они ребята. Они будут дефать сейчас против Мейн Керри. Против Оффлейнера. Против всех-всех-всех. Ну хотя бы крипов на себя переманят. Друда. У нас байбек. Какая-то Нави не собираются эту игру отдавать просто так. Арт Стайла отправляется у нас в ульту Флай. Арт Стайла развалили. Зизи с руки пили так, что просто жесть. У Зизи, кстати, и у меня слэш есть. Ну. Не очень понятно, что делать. Санейка отбрасывается с юрикенами. Но это все очень похоже на конвульсии какие-то перед тем, как закончить этот матч. 11 тысяч превращаются в 13 по золоту. И десятка превращается в 15 по экспириенсу. Еще и на Санейка разгон. Ты же не будешь бежать сюда. Это развернулся. Сфрик пошел лес фармить собственно. Мда. 2500 на руках у Зизи. С Энджин Яшей есть у СФа. Сколько там? У СФа БКБ готовый. Нисколько на руках у Сфиннил Мэрнс. У него готовая БКБ. Против Дэнди, который его держит. Против гирокоптерового кулдауна. Или нет? Или нет, нет, нет. Кулдаун бьет, а вот Рокет Бараш не бьет. Разгон на хвоста. Да, побежал уже с Фрик. Уже ли побежит все-таки? И добежит. Хвост у нас улетает. Спиритбрейкер решил пробежаться по вражескому лесу. Все, отдумался, вернулся назад. 13 тысяч по голде комплексити. По экспириенсу 15 тысяч тоже для данного коллектива. Ну и появляется Башер для Джиггернаута уже. Дела очень неприятные. Для Нави 12 золота, 15 экспириенс. Есть герой для камбэка. Есть. Это как в прошлом матче, только есть. До этого Лика нам там сильнокатку не вывезешь, а вы видели, как хвост, кстати, шарахнул крипа и тут еле-еле пошел. Первым ударом эффект от Сенча сработал и клип там сразу с таким треском развалился. А есть герой для камбэка. Это герокопка, которым отыгрывает хвост, который может себе рапиры покупать, которого флэккэнон есть по всем сразу. Это все возможно, это все может быть, но это в теории. Не факт, что зайдет сейчас. Шторм Спирит от Дэнди уже с Бладстолмом. Есть также Боттл, есть ПТ-шка. В это время команда комплексити добивает Рошана. Кудартик Берном здесь флай. Дэнди пришел Роху забрать. Не получилось у Дэнди забрать Роху. Хотел украсть Аэгу, в итоге здесь и остался. И теперь Бладстолмом поменьше у Шторм Спирита. Не удалось. Дэнди видно было, что идет за Аэгой, будет пытаться забрать ее, состелить. В итоге это все ничем хорошим не закончилось. У хвоста есть, если что, свиток квартала. Получится ли уйти, это уже другой вопрос. Санейка пока остается здесь. В спайдерлинге пиля Тауэрс. Фрик разворачивается, отсюда уходит. Ветнави в лице четырех героев, трех героев на топ-лейне. А здесь Артстайл вместе с Дэнди будут дефать Тауэр. Даже не Тауэр, а будут дефать Сторон. Уже ситуация не алло. Джаггер пришел на подсейв Дарк Сира. Дарк Сир в принципе и не собирался здесь умирать. Артстайла думал ловить, Артстайла убивают. В это время Хвост вместе с Паником пытаются сторону разменять на сторону. Это не получается у Хвоста. Есть кулдаун, можно попробовать Виверну убить и Спирит Брекера. Хвост просто улетает. Хвост уходит, а продолжают падать в стороны у команды Нави. Здесь у нас рейджевой барак стоит, это не очень важно. Дэнди бедняга такой, а? Разгон пошел в Дэнди. Дэнди входит у нас в самый центр, просто чтобы все постояли под кулдауном. Хвост через Блэк Кэннон. Старается хоть что-то сделать, он не слэш пошел у нас по Дэнди. Дэнди попытается сюда убежать с фрик. Вот Гвардиан Грифсом. У кого уже Гвардиан Грифс? Вы офигели комплексити. Просто истерика, насколько же они жирнее с этим пиком и с таким нафармом. Ну и непонятно. 2 500 есть у Хвоста. Тут уже время, в принципе, покупать эту несчастную рапиру. Курьер умирает. В Курьере ничего не было, но сам факт. Сам факт. Это просто как дополнительное избиение команды Нави. 20 000 золота комплексити. 21 по экспириенсу. Тоже в пользу коллектива комплексити у Хвоста появляется Дэмонедж. И я думаю, это не МКБ на самом деле. Потому что МКБ здесь не вывести. МКБ никого и ни от чего не спасет. Рапира хотя бы минуты до 40 может еще и зарешает. Но опять же, это такой шанс. 1 на 10, наверное. Есть Джаггернаут, который... Ну, бьешь ты его через флагкэнон. И при использовании рапиру. Он юзает, он не слэш и просто разносит тебя. А там еще баш, если прокнет. Ты просто рапиру даришь ему. Поэтому я говорю, что это лотерея. Присутствие рапиры в данном матче. Ну, а других вариантов, как таковых, я, например, не вижу. Мне почему-то кажется, что и... Ну, и смотрите, что с хвостом. Сфрик делает в соло. В соло. Провязал барабанных гирокоптер. Будет пытаться отсюда уйти. В кусты и тп аут. Ну, и сфрик не понял. Доделся хвост. Пошел искать. Разогнался. Побежал за Дэнди. Нашел слабенького, да? Решил побить Дэнди. Дэнди тп, если не ошибаюсь, сделал. И отменяет Дэнди тп. Хвост в итоге лоу хпшный. Третья сторона у команды на ветрищи. Тут только барак на мидлейне останется, если потеряют одну сторону. Хвоста есть кулдаун. Кулдаун по Зизи. Зизи омнислэш через 8 секунд может попробовать его уфить за это время. 5, 4, 3, 2, 1. Все. Зизи уже в бои. Зизи уже может сам идти и наваливать хвосту. Зизи просто переключается на бараке. Он парень не горячий. Теперь на хвоста омнислэш. Ну и Зизи по Санейка, по хвосту. Хвост. С одной стороны стенки Дэнди. С другой стороны стенки Дэнди в таверну. Ну, Фаник тоже лоу хпшный. Фаник погибает. Это ГВП. 30 минут. 47 секунд. Нави. Третью. Или какая-либо вторая игра. Третья. Третья игра для Нави. Теперь у них 2 ничьи. И 1 поражение. Команда Комплексити получает 2 выигрыша. И 1 поражение. У них 6 поинт. Они по сути догоняют LGD Кейминг. И обгоняют пока что Team Secret. Неожиданно, да? Согласен. Все в этом полностью согласен. Что, давайте разбираться. В принципе, все. Статистику вы видели.